я надеюсь меня хорошо видно и слышно добрый день я елена миненкова в эфире программа страна и люди огромное спасибо за то что посмотрели наш прошлый экспериментальный выпуск записаны в моей гостиной в этот раз мы частично продолжим этот эксперимент частично потому что вообще-то мы планировали сегодня выдавать в эфир программу про свадьбы она была записана в начале марта еще до того как во всем мире объявили пандемию коронавируса еще до того как мы с вами начали ощущать на себе ее последствия и конечно же свадебная индустрия не стала исключением она сейчас несет очень большие убытки потому что все массовые мероприятия отменены и можно себе представить какое количество людей в часе осталось без работы ведущие церемонии операторы фотографы диджеи декораторы флористы парикмахеры визажист владельцы магазинов свадебной одежды владельцы ресторанов и кафе где собственно должны были состояться праздничные мероприятия ну и конечно больше всех сейчас грустят пары которые несколько месяцев а то и лет готовились к главному торжеству их жизни одна из таких пар сейчас появится у нас в эфире несколько дней назад эмбер и грек из английского графства деван должны были пожениться планировали большой праздник около 200 гостей должны были съехать со всего света планы расстроил коронавирус теперь остается разве что показывать приготовленные на праздник наряды и ждать моя лучшая подруга должна была прилететь из австралии быть свидетельницей на моей свадьбе но все отменилось и это все просто ужасно жениху пришлось обзванивать гостей сообщать что свадьба отложена на неопределенный срок до лучших времен все это довольно тяжко большую часть времени у меня все под контролем но я сам удивился насколько эмоционально сложно было разговаривать с друзьями объяснять им все и чувствовать их эмоции рано или поздно мы все равно поженимся но это будет уже не то последствия пандемии уже сейчас ощущает на себе вся свадебная индустрия у флориста ники отменили почти все заказы на оформление свадеб через несколько дней он закроет свой магазин и будет работать из дома невесты планируют свадьбы годами сейчас они совсем не уверены а что случится завтра некоторые невесты откладывают свадьбы до следующего года другие говорят я теперь вообще не знаю когда выйду замуж замок бикли на юге англии часто бронирует для проведения свадебных торжеств пока тут все расписано до конца сентября но недавно гости стали звонить и отменять торжества наша уборщица каждый день убирает все комнаты она это всегда делает дезинфицирует все дверные ручки туалеты чтобы обеспечить стерильную чистоту у нас и так всегда стерильная но сейчас мы начищаем сюда дыр сейчас никто ничего не бронирует надеемся что в апреле мая что-то пойдет в гору это был материал из англии что же касается германии то на данный момент зарегистрировать брак невозможно только в баварии там из-за жесткого карантина все загсы закрыты других же федеральных землях молодые еще могут расписаться правда без гостей без свидетелей ну а о том чтобы широко отпраздновать это знаменательное событие сейчас конечно речи не идет поскольку с 23 марта в германии введено ограничение на массовое скопление людей правило гласит больше двух не собираться исключение сделано только для членов одной семьи либо же для тех кто проживает под одной крышей так что в принципе отпраздновать собственную свадьбу можно например с родителями на кухне или же с соседями по коммуналке или же с друзьями по скайпу можно поднять бокалы за здоровье молодых но а тем же кто все-таки рассчитывает на настоящий реальный они виртуально большой праздник специалисты отрасли рекомендуют смириться с тем что его придется перенести как минимум на полгода а то и на год и во всей этой ситуации есть один большой плюс те кто планирует свадьбу сейчас могут подготовиться к ней без суеты и без стресса как это сделать на какой бюджет рассчитывать какие тренды сейчас в свадебной индустрии об этом речь пойдет дальше и к счастью герои сюжета которые вам предстоит увидеть успели пожениться до короны в конце февраля дорогие телезрители прямо сейчас я предлагаю вам перенестись из моей берлинской квартиры в студию программы страна и люди и познакомиться с моими замечательными гостями знакомьтесь это эльнора турхан совладелица свадебного агентства гранд хохцайт ведущая выездных церемоний свадебных торжеств здравствуйте эльнора здравствуйте также у меня в гостях наталья генза ведущая праздников таких как свадьбы юбилей и даже разводы как выяснить что правда люди празднуют свои разводы конечно здравствуйте на обязательно насколько широко не празднуется пардон насколько широко человек 20-30 я думаю то есть приглашают гостей и отключают развод конечно приглашают гостей и нанимают ведущую которая будет это все проводить это наши люди или немцы наши интересно но для начала все таки что называется вопрос в лоб да я предполагаю что у нас есть такие критически настроенные зрители которые послушали сейчас мою подводку скажут для чего нам вообще нужны какие-то организаторы какие-то ведущие я сам лучше знаю что нужно моим гостей гостям какой я хочу видеть праздник я сам все организую попрошу провести мою лучшую подругу все будет хорошо вот как вы относитесь к таким мнением заявления я думаю что ведущая обязательно должна быть потому что должно быть во первых должен определенный какой-то сценарий должны быть блоки определенные должна быть определенная какая-то программа да точно также должно быть музыкальное оформление музыкальное техническое оформление и если просто люди будут сидеть на свадьбе 23 часа это превратится в обычную пьянку то есть это будет совершенно не интересно это будет скучно были такие ситуации когда нанимали подруг друзей и в конечном итоге свадьба не удавалось то есть друзья забывали про это все вот так получалось могут ли быть какие-то мероприятия церемонии торжества которые вы не будете проводить ни за какие деньги да однозначно что это мы например сейчас полностью отказываемся от проведения любого рода конкурсов с костюмами да то есть например все что связано с любого рода выкупами мы просто не проводим из принципа на протяжении уже многих-многих лет то есть пары которые обращаются к нам с такой просьбой мы как правило советуем их других подрядчиков которые больше будут соответствовать их представлениям то есть это уже не соответствует нашему стилю почему мы пришли к выводу что костюмы собственно говоря как таковые не создают никакой атмосферы только кучу всяких неудобств и неловких ситуаций от которых с нашей точки зрения на свадьбе которая является в моем представлении эмоциональным красивым праздником где действительно стоит подчеркнуть индивидуальность пары а не использовать какие-то старые обряды и обычаи от которых как правило можно смело отказаться потому что как правило даже женихи невесты совершенно не имеют представления откуда эти традиции пришли просто они привыкли что так делается и поэтому они другого настаивают да или же опять таких родственники настаивают на проведение таких старомодных опрядов но слава богу на протяжении многих лет к нам эти пары больше практически уже не обращаются то есть сейчас на данный момент иногда у них есть сомнения по этому поводу то есть они хотят все равно услышать какие-то альтернативы или пытаются все-таки каким-то образом найти возможность все-таки взять использовать эту эту традицию в течение вечера но большинство из них отказывается от нее после того как мы обговорим альтернатива я помню свой вопрос про то какие мероприятия вы мне согласились проводить но сейчас пока мы еще не далеко ушли хочу спросить ваше мнение по поводу этих самых конкурсов и костюмов раньше 22 года назад 23 года назад в россии как в россии так и в германии практиковались костюмы сейчас это все уходит на второй план то есть костюмы это как в костюм в костюм новорожденного что-то типа это да да это уже белка это уже не актуально то есть если вы хотите удовлетворить бабушек дедушек мам пап да это своеобразная дань почтения то конечно будут костюмы то есть в основном свадьба зависит от жениха с невестой хочу вот хочу чтобы у меня была сказка про репку чтобы все были в костюмах мы все тянули вместе репку значит будем тянуть репку на свадьбе то есть свадьба это их праздник мы должны сделать торжество как они захотят я вас поняла давайте сейчас как раз посмотрим одно из свадебных церемоний одно из свадебных торжеств и вот так сложилось что в наше время иногда чтобы увидеть свадьбу с русскими традициями нужно приехать берлин все внимание на экран мы поехали с ней как бы ну познакомились я говорю давай встретимся давай вот поехали с ней погуляли вот и тогда я понял то что это мой человек на самом деле которого я хочу с ним быть с которым до конца своей жизни хочу остаться хочу семью хочу детей за невестой есть нет точно здесь да мы невеста а царица да такая мастерица мы невестой дорожим просто так не отдадим вот я знаю то что немцы у них нет выкупа у них нет ничего такого не местного окна не заскучилась одна должен ей ты отсюда крикнуть о своей жизни я тебя люблю я тебя люблю путеводная звездочка выходи режь 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 твой готов Он стал совершать какие-то поступки, показывать действия, что он действительно любит, потому что я несколько раз обжигалась, и когда я поняла, что это тот человечек, с которым я хочу прожить всю жизнь. Русский менталитет, это русский менталитет, открытость души, как вы видите, много гостей, как правило, с шампанским, а немецкий может быть более дискретно. Я не отношусь к ним и неплохо, они красивые, это я не спорю, но у меня больше душа лежит к русским девушкам. Свои дети, или на немки обженился? Нет. Почему? Потому что русского человека может понять только русский человек. Друзья. Тут нечего сказать неправильно. Он добрый, заботливый, нежный, ласковый. Самый лучший. Мне было интересно посмотреть на русскую свадьбу в Германии. Это сильно отличается от России. У меня друзья женились в Москве, и они все делали под Европу, а здесь мне нравится этот колорит, то, что я чувствую себя дома, действительно в той среде, которая должна быть для русского человека. А вот вы когда решите вдруг пожениться, как будете праздновать? Как муж решит? По-европейски, да, по-европейски. Как муж решит? Скорее всего, большую часть денег со свадьбы отправим на путешествие. Ну, сейчас уже, да, но, если честно, я хочу выкуп. Я сделаю все, чтобы его не было. Кто откусит больше, что ты рулит? Мужик на войну ушел, женщина одна на хозяйстве. Белые розы, белые розы, беззащитные шипы. Что с вами сделала в снег и морозы, лед везли в голубых. Видел, как жанятся немцы. То есть у них скромненькая машина одна, в виде операторов сзади, и все. Раз, два, три! Вот именно так решили отпраздновать свою свадьбу Евгений и Денис, как говорится, совет для любовь. Хочу спросить у вас. Вот такая свадьба сегодня в Германии, это скорее исключение из правил? Вот по вашему опыту. Да, сейчас долгое время уже на свадьбах не проводят никакого выкупа. То есть выкупы, они настолько редки стали. И очень редко, когда проводятся. Молодые захотели, чтобы был выкуп. То есть мы должны делать то, что они хотят. То есть это их свадьба. И мы, всю программу, то есть вся программа настроена для того, чтобы молодые получили удовольствие. Чтобы они почувствовали себя на свадьбе важными. Я согласна с тем, что, конечно же, то, что хочет клиент, то, собственно говоря, и закон. Но опять-таки это должно соответствовать каким-то моим собственным принципам. И их главная задача, то есть главная задача клиента заключается в том, найти подходящего подрядчика, который действительно предлагает то, что сопоставимо с их собственными представлениями. То есть это то, о чем мы говорили в начале программы, должно совпасть. Чтобы и вам хотелось проводить эту свадьбу, и чтобы молодожены получили от вас то, как они себе это видят. Хорошо, помните, переводчица в ЗАГСе говорила про то, что русский менталитет — это открытость души, это праздник, это много шампанского, много гостей. А у немцев, скорее всего, дискретно, то есть незаметно. И вот один из гостей тоже говорил про то, как он видел, как женятся немцы. Вот я цитирую, у них скромненькая машина, видеооператор сзади, и все. Вот эта разница менталитетов, она действительно настолько заметна, когда мы говорим про организацию торжеств, таких как свадьба? Существует очень интересный стереотип, что немцы женятся, исходя из исключительно прагматичных причин и соображений. Это факт, что, собственно говоря, немецкое государство действительно приветствует заключение официальных браков и поэтому проводит определенную финансовую политику. Но мне кажется, что это точно так же важно для представителей всех остальных национальностей, проживающих на территории Германии. С моей точки зрения, судя по нашим парам, и мы проводим достаточно большое количество немецких бракосочетаний и свадеб, эти пары, в принципе, празднуют точно так же, как и с той же душой и с теми же эмоциональными затратами. Но только без выкупа. Все происходит без выкупа, да. То есть речь идет еще, конечно же, в первую очередь об аутентичности и искренности происходящего. Некоторые пары предпочитают танцевать весь вечер и хотят просто исключительно вечеринку, при которой все равно никому не должно быть скучно, но они при этом полностью отказываются от любого рода обычаев и традиций. Это не значит, что их свадьба будет менее душевной. Это просто значит, что она пройдет по-другому, и атмосфера, которая создастся, будет совершенно другой, которая, опять-таки, может быть менее по душе русскому человеку, но сейчас мы, в принципе, не видим очень большой разницы между нашими русскими свадьбами и немецкими свадьбами. То есть нельзя сказать, что вот так женится русский, так женится немец, это все зависит от пары, и менталитет не играет в этом никакой роли. Я думаю, что он все-таки играет какую-то роль, но, опять-таки, я могу рассказывать только из своего ограниченного опыта, и мой опыт ориентируется исключительно на современных пар, где я уже такой сильной разницы не чувствую, так как наши русские клиенты, как правило, очень сильно интегрированы, они говорят предпочтительно на немецком языке или на английском, потому что у них множество интернациональных гостей, или же, опять-таки, это смешанные браки, и даже у русскоязычных клиентов всегда, во всяком случае, на наших свадьбах достаточно большое количество немецких гостей. Поэтому здесь очень сложно ограничить, сказать, немцы делают так, русские иначе, все зависит от менталитета. Вы знаете, я когда была на свадьбе своей подруги, она русская, выходила замуж за немца, вот там, когда по традиции украли невесту, то есть немецкий жених, он был настолько шокирован, его не предупредили, что, оказывается, у нас есть такая традиция, и он принял это за чистую монету, и готов был на полном серьезе звонить и сообщать, что у него украли невесту. И вот в этом плане, поскольку у вас тоже есть опыт интернациональных свадеб, вот на ваш взгляд, особенности менталитета, они какую роль играют? И вот, например, русская свадьба, немецкая свадьба и русско-немецкая свадьба, это три разных истории? Это, наверное, совершенно три разных истории, потому что немцы зачастую не понимают, то есть они понимают конкурсы, им нравятся игры на свадьбе, им нравится, как русские относятся к свадьбе, то есть русские, мне кажется, они все делают с размахом, гулять, гулять, так гулять, да. Русско-немецкие, они более такие сдержанные уже свадьбы, когда одна из половинок или немец, или немка, тогда стараются придерживаться уже разных традиций, и немецкий, и русский. Но если вести свадьбу для немцев, то там более-менее все сдержано. Сдержанный буфет, то есть полностью все традиции как-то в каких-то определенных рамках. Вот вам сказали, торт будет в пять часов, значит, в пять часов будет торт. Сказали, что по одному кусочку на каждого, значит, по одному кусочку. По одному кусочку на каждого, и немцы не возьмут. А русские, они совершенно по-другому реагируют на свадьбу, на свадьбу, да. Интересно, мне кажется, я просто думаю, от чего это зависит? Может быть, просто для нас это какой-то вот пунктик, да, как у любой девушки, выйти замуж, поэтому свадьба превращается в события всей жизни, а может быть, немцы вообще как-то к этому проще относятся, ко всему? От чего это зависит? Да, я могу себе представить, что это взаимосвязано, потому что за 12 лет моего опыта у меня сложилось впечатление, что славянские женщины, наверное, ментально более запрограммированы на брак, чем невесты европейки, которые, как правило, менее зациклены на темах замужества в общей сложности и, наверное, являются слегка более прагматичными тоже во многих вопросах. Ну и культура свадеб в Германии всегда, собственно говоря, была немного более сдержанной, и сейчас это кардинально изменилось из-за социальных сетей. Опять-таки, современные немецкие пары тоже очень широко празднуют свои свадьбы, очень широко и очень душевно, но, как бы, да, это, в принципе, это новые стандарты, которые постановились недавно. А русские, опять-таки, праздновали, наверное, свадьбы на протяжении многих-многих столетий и тысячелетий, таким образом, и таким образом вот эта вот культура просто-напросто передается, возможно, сильнее в русском человеке, чем в немцах. Вы знаете, а может быть, это еще от возраста зависит, потому что вот немецкий портал статисток говорит нам о том, что в среднем немки, женщины немки, вступают в брак в возрасте 32 года, мужчины 34, в то время как, например, россиянки стараются выйти замуж успеть до 26 лет. Раньше это было от 18 до 20, мужчины от 26 до 29 лет. Все-таки, ну, большая разница, да, когда тебе 25 лет и когда тебе уже 35, и, может быть, это вообще даже не твой первый брак. Но вот что касается тенденций, вы все-таки занимаетесь 12 лет, да, вы в свадебном бизнесе, вы занимались и в Казахстане до переезда в Германию, и сейчас здесь уже, да, то есть у вас, наверное, не знаю. 22 года. 22 года, это солидный стаж. Вот все-таки как изменились тенденции, с какими запросами сейчас приходят молодые, чего они хотят? Молодые хотят сказку. Но здесь ничего не изменилось. Здесь ничего не изменилось, да. Все зависит, наверное, от того, как от бюджета молодых. Это самый, наверное, главный пункт, пунктик свадьбы. Из которого вы исходите. То есть они говорят примерный план, что они хотят, и мы уже под них подстраиваемся. А давайте перепетируем. Я пришла к вам со своим будущим супругом и говорю, вы знаете, вот у меня есть 1000 евро. Я откладывала вместе с мужем, целый год накопила, я хочу сказку за 1000 евро. Что вы мне можете предложить? Хорошо. Что вы себе представляете? Ну, конечно же, я представляю сказку, платье, гостей. Я не знаю, что, я вот еще не определилась, как я хочу, но должно быть красиво, и чтобы запомнилось. В каком стиле это будет свадьба? То есть вы можете прийти в вечернем платье, вы можете прийти в большом свадебном платье, да, в красивом. Вы можете прийти в джинсах, то есть это будет какая-то джинсовая вечеринка, или будет какая-то тематическая вечеринка. Все зависит от того, что вы хотите. Это раз. Во-вторых, количество гостей и возраст гостей тоже имеют непосредственное значение. А возраст в какую роль? Возраст, потому что есть свадьбы, люди сейчас женятся, да, в 40, от 40 и выше. То есть если раньше, как вы сказали, они замуж выходили в 19-20 лет, то сейчас намного старше люди уже подходят к этому более осмысленнее. И они уже видят их и предлагают сами. В этом разница. То есть приходят молоденькие и говорят, мы не знаем, чего мы хотим, и приходят взрослые. Тогда вы предлагаете варианты свои, да, начиная от того, как вас встретили, как вас проводили. Как будут дариться подарки. После этой свадьбы поедете вы в Райзе, не поедете в Райзе. То есть многие просто-напросто встречают гостей. Как это делают немцы? Встреча гостей. Они выпивают шампанского и их провожают в Райзе в путешествии. Танцуют немножко. У русских совершенно все по-другому. То есть они празднуют до победы, до конца. Ну все-таки ладно, я понимаю, что с вопросом про 1000 евро это скорее такое немножечко заоблачное. Вопрос с подвохом был. Хорошо, если, например, мы будем говорить про 5000 евро. Я приду к вам и схожу, Ильнора, я хочу свадьбу, мне 5000 евро. Что вы можете мне предложить? Я лично вам не смогу предложить, скорее всего, ничего. В том плане, что, естественно, наши услуги стоят значительно меньше. В зависимости от того, что вы выбираете, чем 5000 евро. Но просто мы ознакомлены с общими факторами, которые влияют на асфальтный бюджет. И, как правило, те пары, которые обращаются к нам, у них, если речь идет о 60 гостях и более того, то бюджет должен начинаться приблизительно от 20 тысяч евро. Потому что речь идет о стильном подходе и индивидуальном подходе в первую очередь. И, как правило, подрядчики, которые предлагают такие решения под ключ, их рабочие, естественно, они вкладывают намного больше работы, чем если вы заказываете шаблоновую свадьбу, где уже заранее все подготовлено. И, собственно говоря, ивент-центр уже может предложить вам и декораторы, и кондитеры. И все всегда выглядит относительно одинаково. Это будет стоить значительно дешевле, чем реализация конкретного концепта, который был создан специально для вас. Но мне все-таки интересно, 20 тысяч евро? От 20 тысяч евро, как правило. Что входит в эту стоимость? Львиная доля приходится в любом случае на площадку. Опять-таки, очень большие затраты. Нужно рассчитывать на большие затраты в плане кейтеринга, а также, что касается напитков. Особенно, если вы хотите провести ваше торжество в каком-то красивом помещении, это всегда будет стоить больших денег. Естественно, музыкальное оснащение или сопровождение может стоить много денег в зависимости от количества гостей и, конечно же, от количества музыкантов, которые вы хотите увидеть у вас на свадьбе. Естественно, диджей будет стоить значительно дешевле, чем целый лайв-коллектив. Также декорация — это всегда вопрос, о нем можно говорить вечно. И существует, конечно же, пара, которая на этом очень сильно экономит, потому что это является, опять-таки, очень дорогостоящим фактором. Если вы хотите это сделать все в стиле Инстаграм и Пинтерест, так как нам это сейчас пропагандируют все социальные порталы, то тогда, как правило, пара очень сильно удивлены, как дорого может стоить реализация такого рода декорации. И тут речь идет тоже о многих-многих тысячах евро, если действительно все сделать, как мы упоминали до этого, как в сказке. Вы рассказываете, я все-таки думаю, кто те самые люди, которые готовы выложить за собственную свадьбу к 20 тысяч евро? Собственно говоря, я бы сказала, что это инженеры, врачи, люди со своими собственными маленькими бизнесами. Подождите, но инженеры и врачи — это люди, которые хорошо зарабатывают в Кюрмане? В принципе, да. Я бы сказала, они, наверное, зарабатывают больше, чем среднестатистический работник на заводе, но в любом случае речь не идет о очень богатых людях. То есть, как правило, к нам обращаются молодые профессионалы, которые либо являются владельцами собственного небольшого дела, либо люди просто, которые хорошо трудоустроены по своей профессии и могут себе позволить такое торжество. Но все-таки, если я не могу себе позволить такое торжество, если у меня есть ограниченный бюджет, и он, скажем так, однозначно до 10 тысяч евро, скорее даже в пределах пяти, а то и меньше. Вот что мне ожидать? На что мне рассчитывать? Как мы можем организовать мою свадьбу так, чтобы это было и красиво, и сказочно, и запомнилось, и чтобы вы, в общем-то, получили ту сумму, на которую вы рассчитываете, и чтобы я осталась довольна? На чем мне где придется сэкономить, чтобы уложиться в этот бюджет? Пригласить большое количество гостей. Вопрос, конечно, интересный, потому что действительно все, как сказала моя коллега, все зависит от кейтинга, от помещения зависит. Есть помещения очень дорогие, есть средние, есть, конечно же, эконом-помещения, где вы можете отпраздновать свадьбу. То же самое с музыкантами. Хотите, чтобы работала банк какая-то группа, или один музыкант работал, то есть в этом вы можете сэкономить. Хотите шоу какое-то, да? Некоторые не скупятся, они хотят, чтобы было танец живота, там, шоу огней, мыльные пузыри, то есть можно сэкономить еще вот на этом. Что касается Freie Traung, есть такое понятие в немецком языке, что это такое? Этот термин переводится в России как выездная регистрация. В Германии Freie Traung, собственно говоря, в дословном переводе обозначает свободное венчание. И используется оно все чаще и чаще, и, как правило, как дополнение к официальной росписи в ЗАГСе, или как альтернатива к церковному венчанию. Как проходит эта церемония? Она проходит всегда крайне индивидуально. В этом и заключается, собственно говоря, ее фишка, если можно ее так назвать. Если вы выбираете именно этот формат, то вы можете выбрать не только спикера вашей мечты, который занимается этим профессионально, а, собственно говоря, и вовлечь даже, например, просто близких вам людей, написать свой собственный текст. Вы можете произнести клятвы, провести церемонию в любой точке мира, в любое время, с любым количеством гостей. То есть здесь все, собственно говоря, зависит от вашей фантазии, ну или от фантазии профессионала, с которым вы работаете. Вы можете сделать абсолютно индивидуальную, еще никогда не бывалую церемонию, которая будет написана специально для вас. То есть там нет никаких правил, в отличие от немецкого ЗАГСа, который славится своей сухостью и бюрократизмом, и где церемонии очень редко длятся дольше 15 минут, и речь государственных работников только в самых редчайших случаях вызывает вообще какие-то эмоции. Вот это новое движение, которое, собственно говоря, идет против бывалых стандартов, и люди все-таки, клиенты, стремятся к индивидуальности и хотят выразить ее изначально, и также с помощью церемонии. Вы знаете, я вот о чем думаю. У вас же такая профессия, вы всегда на виду. Вам всегда нужно излучать хорошее настроение, вам всегда нужно излучать уверенность в себе, уметь импровизировать, прекрасно выглядеть. Но ведь бывают разные дни, да? Бывают не выспался. Бывает, вчера отмечал собственный день рождения, и вот тебе просто хочется вообще ни с кем не общаться, а тебе нужно вот быть на высоте, что называется, во всеоружии. Вот в этом плане, где вы берете силы для того, чтобы собрать волю в кулак? Перед работой я слушаю иногда музыку. То есть мне помогают в этом дети, иногда бывает плохое настроение, совершенно плохое. Конечно, сильно. Перед свадьбами, как правило, заранее уже готовишься, что сегодня будет или завтра будет свадьба. Одеваешь своеобразную маску, несмотря на настроение. То есть была такая ситуация, когда у меня умер дедушка, на следующий день мне нужно было вести свадьбу. То есть об этом никто не знал, и было очень неприятно, то есть в душе. Ты приходишь к людям, ты не можешь им сказать, что у тебя случилось. Ты не можешь отказаться. Ты должна просто провести, сделать свое дело, потому что люди тебе доверили и ждут от тебя что-то. У меня тоже такая была ситуация. Я была, правда, свидетельницей на свадьбе. У меня умерла бабушка сегодня, а завтра мне тоже нужно было проводить свадьбу, потому что часть как раз ваших обязанностей лежала на мне. Для меня тогда тоже была очень большая дилемма. Либо отказать лучшей подруге, либо выйти и провести. Я вышла и провела. Но вот надеюсь, что если бабушка была жива, она бы поняла меня. Организатор – это тот же актер, который одевает определенную маску, и, конечно же, работает с публикой. Но у своего маска меня немножко смущает. Не маску, а улыбку. То есть одевает улыбку. Не знаю, насколько это… Независимость от ситуации. То есть если даже что-то тебе не понравилось на свадьбе, ты не можешь это показать. То есть можешь как-то завуализированно показать. Потому что работа с клиентами не позволяет тебе этого сделать. Вы с ним согласны? Я считаю, что искренность ведущего – это самый главный фактор, по которому, собственно говоря, нужно оценивать ведущего как специалиста. То есть аутентичность его представления. Я считаю, что это очень важно, чтобы модератор не надевал маску, не принимал какой-то образ. Потому что свадьба – это не спектакль. Но опять-таки он должен всегда проявлять достаточно большую стрессоустойчивость. Потому что, собственно говоря, от этого все зависит. Мне помогает в плане того, чтобы действительно даже в самые худшие дни действительно со мной происходила похожая ситуация. Два года тому назад умер мой отчим. И как раз-таки на следующий день мне пришлось провести свадьбу. Я справилась с этим, наверное, исключительно благодаря своей команде, которая всегда поддерживает, ну, в общей сложности, командный дух. Я думаю, мы все можем себе представить. Это большое преимущество в любой работе. Ну и я действительно рассказала об этом своим молодоженам. То есть когда после уже встречи, после, скажем, наверное, час спустя, я буквально на секундочку отвлеклась и сказала им, ребята, просто чтобы вы имели в виду, я сегодня не на 100% на высоте, а в плане своего личного общения, потому что произошло вот это и вот это. Но вы можете не переживать, на профессиональном уровне все будет так, как мы это обговаривали. И так оно в конце концов и произошло. Но при этом мне помогло, потому что я общаюсь с моими клиентами в общей сложности на очень личном уровне. И мне показалось, как бы сдержать настолько важную информацию было бы в какой-то степени нечестно, потому что мне кажется, мы уже были на таком уровне, что они могли бы уловить, что со мной что-то не так. И таким образом они понимали изначально, что это с ними никак не связано. И если вдруг даже в какой-то ситуации на мне не было улыбки, пока говорили, может быть, как раз-таки отцы наших молодоженов, может быть, я стояла слегка более зажатая где-то со стороны, но когда я брала в руки микрофон, конечно же, гости об этом ничего не замечали. Но мои пары всегда относятся очень снисходительно к любым, как бы, да, тактилово рода ситуациям. И они могут говорить с нами об этом. А скажите, на вашей практике была откровенно провальная свадьба, когда либо вы понимали, что все, ну не идет сегодня, да, хоть и обсудили, хоть и отопитировали, но не идет. Либо же молодожены сказали, нам не нравится вернуть деньги. Нет, такого не было ни разу. У вас? Слава богу, нет. И надеюсь, что такого опыта у меня лично не будет. Я работаю с ведущей, у которой был такой опыт из нашего агентства, где им не понравилась ее работа, и они каким-то образом не сошлись мнениями, но в конце концов и эту ситуацию можно было, собственно говоря, разложить по полочкам. И я думаю, что они просто где-то неправильно поняли друг друга. Но у меня личного опыта с тем, что клиент остался недовольным, слава богу, не было никогда. И я представляю, что это самый большой ужас, который можно испытать, как подрядчик в нашей профессии, испортить человеку его... Репутация. Да, репутация даже не настолько важна в этом плане. Я просто считаю, что, конечно же, на нас очень большое количество давления, потому что все хотят отпраздновать свой самый красивый, самый счастливый день в их жизни. И, естественно, это зависит не исключительно от нас. На нас очень много ответственности, но существует множество других факторов, которые тоже влияют на весь праздник. И самое главное для меня это чтобы клиент остался довольным. Если у меня складывается впечатление, что что-то не так, я обязательно ищу разговоры и стараюсь еще во время свадьбы как-то подстроиться и сделать так, чтобы им было комфортно. То есть все это происходит на уровне эмпатии. Вот, кстати, на ваш взгляд, что может испортить хорошую свадьбу? Вы опять просто про факторы упомянули. Что? Хозяйки на заметку. Рубрика «Хозяйки на заметку». Что может испортить хорошую свадьбу? Наверное, не соотношение во времени, тайминг, наверное. Когда что-то затянуто слишком? Когда не затянуто, когда очень плотный график, когда невеста говорит, я хочу вот это, вот это, вот это, вот это. И потом в итоге что-то не получается. Допустим, не приехала вовремя визажист. У нее начинаются истерики. Где мой визажист? И все вот в таком духе. То есть кетеринг не вовремя подали. И в этом случае организатор, тоже ведущая, должны как-то помочь, должны как-то вот обойти эту сторону. Сейчас коротко уточню. Вот вы сказали организатор и ведущая. Это вот то, что по-немецки называется «Hochzeitplaner». Это совершенно отдельный человек, который занимается как раз вот теми моментами, чтобы никто не опоздал, чтобы вовремя начали речь, чтобы гости все... По-другому сказать координатор. Координатор свадьбы, который полностью курирует. Курирует поваров, музыкантов, ведущих. Поняла. То есть нарушить свадьбу может неправильный тайминг. Так сказать. Что еще? Эгоистичные гости. Обязательно эгоистичные гости. Это которые берут микрофон и на 40 минут. Например. Ну или которые просто, например, не готовы принять концерт свадьбы, который разработал жениц невесты и пытаются всеми силами, например, еще все-таки провести выкоп. Да, такое бывает время от времени. Слава богу, достаточно редко, но просто мы с этим уже сталкивались. Невежливые официанты. Самая, даже самая красивая, изящная свадьба может оставить все равно негативное впечатление. Если официанты по-хамски разговаривают с гостями, такое бывает. Бывает, к сожалению, тоже не так уж и редко. Ну и плохие музыканты. Всегда лучше поставить музыку через колонку, чем иметь на свадьбе музыкантов, которые поют не в попад или играют неправильную музыку. Ну и, конечно же, некомпетентный и нечуткий ведущий, который не чувствует публику и просто пытается провести какую-то программу, которая заранее была продумана, не ориентируясь на тайминг, не ориентируясь на атмосферу, которая на самом деле происходит. Вот сейчас уже подытоживая нашу беседу, все-таки давайте вот соберем по пунктам то, что мы вот так вот разбросали на эти 45 минут. О чем нужно позаботиться, планируя свадьбу? Первое, это помещение, где будет проходить свадьба. Конкретное время. От скольки, до скольки будет проходить эта свадьба, будет проходить выкуп, если будет выкуп. Пресловутый выпуск. Да, да, да. То есть это нужно полностью для жениха с невесты, начиная с пяти утра. То есть это парикмахеры, это визажисты, это тот же кеттеринг, когда, во сколько привезут блюда, торт, потом приход гостей тоже. Моё личное мнение, простите, опять вклюнусь коротко, мне кажется, до торта на свадьбах никогда не доходит, вот из моего опыта. Всегда, всегда доходит. Всегда доходит. Может быть, я просто... Торт — это основной такой ритуал свадебный, когда, да, молодые очень ждут его. Невесты и женихи должны учитывать, будут фотографы, не будут на свадьбе, обязательно видеооператор. Если они хотят музыканта или диджей, они должны выбрать, по крайней мере, 10-15 каких-то композиций, чтобы диджей и музыкант ориентировался, в каком жанре им работать, то есть по каким песням. То же самое касательно ведущей. То есть ведущая должна знать примерно какие-то блоки на свадьбе, примерно составляющие, что они хотят, как они хотят. Обязательно помещение. Помещение, потом дека дизайна, это обязательно. И, пожалуй, наверное, все. Вам есть что дополнить? Я считаю, что главным шагом для любой пары является расставление приоритетов. То есть нужно действительно взять время на то, чтобы не просто составить какой-то основной план к подготовке свадьбе и записать туда все те составляющие, которые нам кажутся необходимыми, а именно действительно подумать над тем, что важно для нас больше всего. Хотим ли мы танцевать? То есть тогда мы делаем, может быть, уклон на живом коллективе. Может быть, мы в первую очередь хотим от души покушать. Может быть, мы идем тогда в какой-то особенный ресторан или действительно тратим много времени и денег на разработку концепта еды. Может быть, для других это именно романтика и изложение их истории любви. Тогда, естественно, необходим спикер. И мы, конечно же, рекомендуем проведение свободного венчания. То есть любого рода приоритет, который, собственно говоря, покажется и жениху, и невесте уместным, я считаю, что нужно начинать с него в первую очередь. Потому что тут действительно мнения очень разные. Есть невеста, для которых самое главное на свадьбе – это фотографы, потому что, в конце концов, они хотят выкладывать фотографии в Инстаграм. Ну и, конечно же, все-таки хорошие фотографии служат долгой памяти. Если они сделаны со вкусом и правильно, то тогда и через 20-30 лет они доставят нам кучу удовольствия. Поэтому в этом ничего плохого нет. Вы знаете, сейчас опять же коротко вклинюсь. Я уже предвижу просто шквал критики мой адрес. Но я, например, всегда со спонтанной фотографией. Мне кажется, если уж мы говорили про те традиции, которые куда-то отходят, мне кажется, как раз постановочные фотосессии – это что-то уже совершенно… Да, полностью с вами согласна. Сейчас именно славится документальный стиль. То есть, собственно говоря, фотографы должны… Это усложняет их работу, но опять-таки отсеивает настоящих мастеров от любителей. Они должны именно быть на чеку на протяжении всего вечера. И вместо того, чтобы оставить пар в какие-то странные позы… Или помните еще вот эти фотографии? Да, да, да. Это, как правило, является такой шуткой в нашей профессии, которую мы с удовольствием шутим, когда мы видим кого-нибудь фотографа, скажем, «А вы уже сделали фотографию с невестой на ладошке?» И в зависимости от того, как они на это реагируют, мы знаем, что это за люди и какой у них подход к свадебным фотографиям. Но в общей сложности, да, от этого полностью все отказываются. Фотографии должны быть спонтанными, эмоциональными. Но профессиональными при этом вы считаете? При этом обязательно профессиональными. Да, конечно, конечно. Хочу задать вам завершающий вопрос. Я хочу попросить вас вспомнить какую-то самую необычную, самую запоминающуюся церемонию, торжество, которое прям лежит у вас где-то глубоко в сердце. Может быть, какая-то пара, которая произвела на вас такое впечатление, что вы не можете их забыть. На самом деле у меня было две или три, даже все, кажется, пары такие индивидуальные, и все очень близко воспринимают к сердцу. Очень эмоциональные по этому поводу. Я понимаю. Это, конечно. Но вот кто-то, может быть, кого-то можете выделить? Одна пара, да, была. Жених был на инвалидном кресле. Невеста просто около него ходила, лелеяла его. Я смотрела на них с таким упоением, было достаточно видно, очень хорошо, что они, действительно, у них это на самом деле любовь. И настолько боготворение было с обоих сторон, с обеих сторон, извините. Вот это было очень замечательно. трогательно, да, и вторая пара. Мальчик приготовил сюрприз для своей принцессы. Он пригласил спецназ, то есть он был в спецназе, он работал в спецназе, да, и когда заваливается толпа, заваливается, вот эти вот, меня предупредили, да, то есть крайне невеста будет со спецназом. заваливаются ребята просто в обунировании, вот, и часть гостей положили на пол лицом вниз. Вот это вот было очень весело. Гости, конечно, были немножечко в шоке, но потом все разрешилось. Вот это вот тоже. Ну, во всяком случае, эту свадьбу они будут долго. Они запомнили эту свадьбу, да, и потом каждый хотел с ними сфотографироваться тоже. Все зависит индивидуально от жениха с невестой, насколько они хотят сюрпризы сделать друг для друга. Насколько они хотят боготворить друг друга на с вами. Мне очень-очень сложно выбрать. Сейчас мне в голову лезут буквально пять различных пар, о которых я вспоминаю именно прямо сейчас. И все они являются очень индивидуальными, интересными, яркими. Одна пара, которая мне действительно заполнилась на очень долгое время, наверное, потому, потому что таких пар у нас не так много, и мампоем было за 50. они послужили для меня примером. Они послужили для меня действительно примером тому, как я хотела бы ощущать любовь в их возрасте с моим партнером. Было бы очень здорово, если бы это так получилось, потому что действительно они совершенно не боялись показывать, как сильно они друг друга любят. Это очень здорово. Можно личный вопрос? Вы замужем? Я не замужем, нет. Я в отношениях, в очень счастливых отношениях, но как сапожник без сапог, как вы знаете, как правило руки и время, естественно, не доходят до собственной свадьбы. Но мы терпеливы, мы готовы еще немножко подождать. А вы уже знаете, какой она будет, ваша свадьба? Что вы хотите? Мне просто интересно, какой видят свою свадьбу сами организаторы и собственные ведущие свадьбы. Это интересный вопрос, который задается достаточно часто. Значит, у вас есть ответ. У меня действительно есть ответ. Я задумывалась на эту тему уже, в принципе, я всегда задумываюсь на том, какую свадьбу я вижу свою собственную для того, чтобы набираться вдохновлением для свадьб своих клиентов. Потому что таким образом я могу действительно подойти к теме из этой перспективы невесты и просто подумать, а мне бы так понравилось, если бы пришла ведущая и сделала вот так, вот это. Нет, значит, так мы делать не будем. То есть я всегда отталкиваюсь от своих собственных представлений. И я думаю, что моя свадьба будет очень маленькой в том плане, что я именно не хотела бы превышать количество присутствующих, скажем, может быть, в 30 или 40 человек и сделать свадьбу, скорее всего, это будет где-то либо, если это будет в Германии, должно быть очень красивое место в природе, либо это будет где-то за рубежом, опять-таки, на природе. Я думаю, что это для меня является самым главным фактором. Я так понимаю, что вы замужем? Нет, я тоже не замужем. Вы тоже не замужем? Нет, я не замужем, я в разводе уже. Долгое время. А вы хотите свадьбу? Не праздновали свой развод? Нет, не праздновали. Разводе праздновали. А свадьбу хотите? А свадьбу? Вот теперь думаю, хочу я свадьбу или нет. После всего, что вы... Наверное, скорее всего, нет. Вот, но каждый раз, когда я делаю свадьбу, когда приходят ко мне молодые, я представляю, как бы я хотела свою свадьбу. Да. Представляю себя в роли невесты и предлагаю им разные варианты. Хорошо, тогда такой вопрос. Чего вы точно не хотите на собственной свадьбе? На собственной свадьбе? Вот, если бы мне предложили замуж, я бы сказала, давайте распишемся просто и уедем в свадебное путешествие. Никаких гостей, никакой музыки, то есть, куда-нибудь на какой-нибудь остров вдвоем. Так вот, на самом деле, о чем мечтают люди, которые работают в свадебной индустрии. Большое вам спасибо за откровенность. Я желаю вам разговорчивых клиентов и чтобы те торжества, которые вы проводите, никогда не стали для вас рутиной. Большое спасибо. Большое спасибо. До свидания. До свидания. Это была программа «Страна и люди». Увидимся ровно через неделю. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова